В чем твоя проблема с прагматической теорией истины? Прагматическая теория истины, она недостаточно конкретна, на мой взгляд. То есть, первый момент. Если мы за прагматическую теорию истины считаем просто утверждение о том, что истина это то, что работает, поднимается вопрос, а что значит работает? То есть, допустим, оно достигает какой-то цели конкретной или что имеется в виду. То есть, у вещей есть какая-то тогда получается цель, то есть, мы должны телеологию прикрутить сюда какую-нибудь. Какую? Аристотелевскую или какую? То есть, это создает проблемы, это создает большой вопрос. Так скажем. И мы можем считать, что, когда мы говорим о полезности, речь не о достижении цели. То есть, мы можем считать, что полезность, то есть, то, что работает, это прежде всего, вот как в консерватизме, допустим. Если привычка позволяет передать саму себя следующему поколению, значит, что-то там делалось правильно. Хуй знает, какие там были цели, это уж другой вопрос. Но, видимо, что-то было сделано правильно, и есть в этом какая-то истина. Окей. Хорошо. А как тогда такая концепция экстраполируется на обычное повседневное утверждение? На диване сидит кот. Как мы определим его истинность? Исходя вот из такой концепции, значит, прагматической истины. Я выношу за скобки бесконечные уловки на тему того, ээээ, а если мы считаем, что истинность это полезность, то тогда само утверждение о том, что истинность это полезность, для того, чтобы быть истинным, должно быть полезным. И надо доказать его полезность. Я это выношу за скобки, как бы, типа, с моей точки зрения к автореференции, в принципе, ссылаться это просто моветонный идиотизм. Потому что, ну, как бы, взрослые люди, кстати, вполне себя, особенно схоласты, современные схоласты, современные богословы, они очень любят, вот, как бы, эту автореференцию в качестве контраргумента, типа, эээ, блин, ты сторонник, значит, истины как соответствия, а чему тогда, значит, соответствует определение истинности? Оно же истинное должно быть, правильное, не ложное. А чему оно тогда соответствует? Твоей маме оно соответствует. То есть, такой аргумент, я не знаю, я, например, подобного рода мог бы придумать, когда мне там лет 10 было, легко. То есть, я не знаю. Все-таки, в моем понимании, философский спор, он, как бы, требует формального философского образования. Правило большого пальца такое, что если какой-то аргумент звучит так, как будто я его мог придумать в 6 лет, то, скорее всего, это хуйня просто. Из жопы. Ну да, справедливости ради, к автореференции люди ссылаются постоянно. Дипломированные философы это делают. Делают часто. Как говорится, everybody poops. Так что, да, имейте в виду, как бы, вы предъявите определение истинности, вас сразу спросят, истина ли это определение истинности. Если оно ложно, то хули вы его выдвигаете, а если оно истина, то оно должно само себе соответствовать. Правильно? Вот. И начинается. Ну, кстати, в случае с прагматической теорией истины, очень легко это парируется. Можно сказать, да, она полезная, едино. Тебя попросят доказать, конечно, но... Я бы, например, если мне надо было... Если бы мне надо было доказать полезность прагматической теории истины, я бы сказал, что его полезность состоит в том, что мы не заняты мобильными нахуй спорами на 500 часов про... И мысленный эксперимент Эдмунда Гиттье. Вот в этом полезность прагматической нахуй теории истины, потому что время, которое сторонники истины как соответствия или истины как непротиворечия усрут на обсуждение всякой... И ты про... Ну, хотя... Мысленный эксперимент Гиттье он вообще про знания был. Замените мысленный эксперимент Гиттье на какую-нибудь аналогичную хуйню, но про истинность. Типа... Серьезно. То есть, вот... Вместо того, чтобы штудировать уйму макулатуры на тему того, как отстоять респондентную теорию истины, я просто буду читать что-нибудь другое. Вот, что это... Радикально другое, придумывать какие-нибудь интересные концепции. Я считаю, это... Полезность просто неперебиваемая и непреодолимая ничем. Значит, то есть... Окей. В чем проблема прагматической теории истины не в целом, а именно для меня? Для меня проблема прагматической теории истины в том, что, во-первых, прагматическая теория истины игнорирует в принципе семантическую составляющую истины. То есть, и она таким образом как раз-таки для меня она бесполезна совершенно, прагматическая теория истины, она не отвечает на вопрос, что такое истины. Потому что когда мы говорим, что истина — это то, что полезно, это мы на самом деле уже понятие подменили в этот момент. потому что истина — это прежде всего семантическое понятие, и семантические понятия, они полезны, неполезны, не имеют никакого отношения к вопросу. То есть, они просто есть. Это смысловой аспект того, что мы говорим, пишем и так далее. И здесь как бы все упирается в то, что у меня уже есть устоявшееся понимание того, что такое истина. Я уже сегодня говорил, какой концепции, какой теории истинности я придерживаюсь. Я дефляционист. То есть, с моей точки зрения, истина, грубо говоря, это закорючка на бумаге, она ничего не отмечает. И это очень просто доказать. Я это уже очень много раз доказывал. Можете хайлайк какой-нибудь найти. Вот это вечная хуйня про розы красные, которую я постоянно рассказываю. Причем, на этом история не заканчивается. Это очень продуктивная концепция. От нее, отталкиваясь, можно столько всякой наворотить. И в прагматизм оно потом тоже вплывает, но уже не игнорируя семантический аспект истины. То есть не игнорируя семантическую природу вообще такого понятия как истина. Мы к прагматизму все равно в итоге приходим. Но прагматическая теория истины, на мой взгляд, это не теория истина просто. В этом ее проблема. Не лизал 69 а а а у эти лиза не в и в в в в